Всем привет ребята и добро пожаловать в симулятор фермера. Что вы с нами делаете? Мы уже 30 часов провели в этой игре и самое удивительное, что время пролетает незаметно. Думаешь такой, сейчас полюшка в порядок приведу и выйду. Закрываешь игру, а за окном ночь. И вы зачем? Да, да, да. То продолжайте разгружать сюда фуры с лайками и требовать продолжения. Что ж, может и не зря, потому что сегодня настало четверо и мы наконец-то не в убыток проработали, а даже получили первую прибыль и вышли в плюс. Но обо всем по порядку. Желаю вам приятного просмотра и погнали. И так, с чего начнем? Поспать можно. Это опасно, нужно здоровья. Поспим у нас, папки снимем. Ел на братуса. Как-то ты... Я, конечно, не придираю, что... Могут получше культивировать. На, культивируй. Давай. Слушай, а перед этой фигнёй советы давали нам какие-то? Сейчас вы можете зачитать. Давай. Насчёт поля. Может, каждому по полю купим? Деньги где ты возьмёшь? Значит, сначала культиватор, потом ко мне уборщик. Можете кто-нибудь арендовать сейчас ко мне уборщик? А денег нет. Да я думаю, на аренду хватит. Нам в любом случае надо это поле... Нормально, он проехал, а так и остался на месте стоять. Дедушка Зеп заснул. Приехал, ёпода. Дедушка Зеп, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Опа! Сорняки. У тебя месяц стоял... Да ты издеваешься! А как меня в тачку съесть? На, я? Посмотрим. Ну, оно не может не работать в ртом. Ну, не что? А, или стой, или тебе надо ферму нашу, подожди, сейчас. А, он в петушах не состоит. Да, надо тебя крестить. Это ж сорняки выросли, я правильно понимаю? Да. А, не, культура пшеницы. Да ладно, блядь. Серьёзно? Ну, я не знаю, написано культура пшеница. Не, сорняк малый, полольник, всё нормально. Также писали про этот пикап наш, что можно контракты на перевозку на нём выполнять. Давайте, может спасём наше поле и нашу ферму от вымирания? Конечно, спасём. Ты чё? Ага. В такую жопу залезли. Не звучит релизично. Профессиональные фермеры, да, берутся за дело. Римон, а может ты поставишь там поспать один день, и мы поспим, чтобы просто день был? Да, давай, давай, вот поле подготовим сейчас, поспим, всё, снова вырастет, но опять. Ля, это, типа сорняк остался, но он стал серый какой-то. Нет, так я имею в виду, поставь один день. Да, 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 я так и хочу. Я вообще, вот думаю, пока мы убираем сейчас, да, типа ничего не переключать, а утро настанет и прям застопить время. А, вот, Димон хорошо справился. Да, как у меня тут большая такая херня. Да, блядь, чуть-чуть не хватило, сука. Блядь, чё делать? Ладно, я погнал в магаз, заберу удобрялку, плюс, наверное, куплю удобрение, поеду, контракт выполню, чтобы бабки сразу заявить. Только как в таких сумерках куда-то добраться, когда вся энергия давно на нуле? Здесь не обойтись без имбы. У них, кстати, шейкеры новые появились, смотрите, какие милашные. И подарок, разумеется, для вас тоже есть, просто посмотрите до конца. Если кто не знает, то имба Энерджи это первый в РФ и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров с просто огромной вкусовой линейкой. Я не преувеличиваю, глаза реально разбегаются. А чтобы облегчить вам выбор, на сайте имбы есть рекомендации от блогеров с их фаворитами. Там есть моя, наверное, самая ужасная фотография и вкусы, с которых я рекомендую начать знакомство с имбой. Окей, let's go. Лесные ягоды понравятся абсолютно всем, наверное. В нем и кислинка небольшая есть, и сладкий в меру. Для любителей более классического вкуса энергетика отлично подойдет оригинал. И, кстати, в жару его можно залить не обычной водой, а холодной минералочкой. Тогда вообще кайфанете. Для любителей послаще есть крем-сода, которая напоминает ванильное мороженое. И вся эта радость без сахара, кстати. А еще имба совместно с блогерами выкатила новые эксклюзивные шейкеры. Их теперь тоже на любой вкус. Теперь про подарок. При заказе от 1990 рублей вы получите пачку имбы со вкусом арбуз-дыня совершенно бесплатно. В пачке 15 порций, а это на секундочку 4,5 литра энергетика. Чтобы его забрать, просто введите мой промокод. Согласитесь, приятный бонус. Заказать энергетик для геймеров могут жители России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Ну а для тех, кто хочет попробовать энергетик уже сегодня, имба теперь доступна на полках 24 магазинов настольных игр и крутых подарков Мосигра. Обязательно переходите по ссылке в описании, чекайте новые шейкеры и заряжайтесь энергией вместе с имбой. Так, ну что, ребята, 6 утра. Как бы поступил адекватный фермер аниме? Благо у нас не 6 утра. Я бы просто купил новое удобрение за 3200. Приехал бы на контракт, разложил бы эту штуку и за одну проходку буквально удобрил всё поле и получил бы свои бабки. 668 баксов за это дадут, но, типа, почему бы и нет? Две проходки тут придётся сделать всё-таки. Вторая проходка, я думаю, должен захватить всё поле сейчас. Совсем немножко удобрения потратил. Ну хотя как немножко, б***ь? 10% вообще-то уже ушло. Это вообще выгодно, нет? Я тут денег пытаюсь заработать. О, контракт на поле 45 завершён. Получили мы бабки? Получили? Да, получили. Да. Отлично. Вот есть ещё одно поле с удобрением. Там 6 гектаров. Там не две проходки. Но там 12 тысяч платят. Я даже не знаю. Вот я и хотел проверить, браться за него, не браться. Ну поеду на 32-е поле, чё делать? Блядь, пацаны, тут такое огромное поле. Оно просто гигантское. Точно так же, как тот контракт. Браться за него нет, как думаете? А, оно удобрить, но у тебя оно огромное. Ты это сделаешь, а ты минут за 5-10. Ну ты просто поле не видел. Нет. Да. Ну ладно. 12% у меня за одну проходку. То есть у меня будет... Вообще нормально. По идее меньше, чем 10 проходок и даже, ну нормально. Блин, так неудобно, пацаны, поливать удобрением поле. Поле само никак визуально не меняется после того, как ты его полил. Шут его знает. В нужном месте я сейчас проходку делаю. Ну, если я правильно сейчас поехал, то по идее как минимум ещё 12% от контракта должно прибавиться мне после этой проходки. Да, 25. Даже 13% прибавилось. Шикарно. У меня вроде всё получается пока. Саня, куда ты камни выгружаешь? Ещё пока никуда. Их продать можно. А, серьёзно? Да. По-моему, у меня уже полтора тонны. Замечательно, значит, мы ещё с камней что-то получим. Вот это шикарно вообще. Бля, опять грёбаные экспериментаторы. Сейчас опять их... Сейчас опять будет переворачиваться небось. А чё, религия не позволила внутрь, типа, там что-то? Или вы успели так словить просто? Словить успел. Понял. Ладно. Так. Ну, осталось понять, как это сделать. Во-во-во, стоп. Смотри, начать выгрузку. Давай. Скидывает здесь всё, наверное. А, и ты просто скидываешь на землю, вот так вот. А нам деньги-то заплатили. Ну всё, да, 233 доллара. А, ну отлично. Ну, это такое себе красное. Вообще-то, это даже побольше, чем. А у меня доллар. Доходы от продажи урожая. Урожай камней, блядь. Там настройка ставишь, и там ничего не меняется по цифрам, просто становится. Ну, уж лучше тогда евро. Ну да. Так, если сейчас не появится зелёная надпись, блин, будет очень обидно. Потому что я вот вроде попадаю, вот вроде всё правильно. И вроде топлива просто в упор хватает. Точнее не топлива, а удобрения. Где моя зелёная надпись про контракт? 7%? Ну, пожалуйста. 2%? Ну, пожалуйста. Брин, на одном. Ну, пожалуйста, блядь. 1? 0%? 8 литров? 6? 5? 4? 3? 2? 1? Нееет! 94%? Короче, в любом случае придётся купить ещё поддон удобрения. А это плохо. Я планировал вот в ноль выйти. О, Изофик, пока руки свободны. Вот так обычный. Мы тоже планировали в 2 часа закончить Ильич спать. Но чё-то как-то... Ну ладно, я планировал. Я вчера спушалась, чтобы поздно легла. Пожалуйста, купить удобрения. Купка, полю. Самое чмошное, что, ну, типа, уже получается меньше прибыли. А я ж не смогу его, наверное, привезти, да, на тракторе. Просто буду пинать, значит. Чё делать? Ну, можно погрузчик купить, но, блин. Спасибо большое. Не поднимаемся. Слушайте, что реально так пинать. Ну, а какой выход у меня? Ну, как так-то? 96%! 4%! А, б... Друзья, было 6, ты говоришь. А где? Ну да, вот я добрызгал этот вот кусочек. А. 4% осталось. Подожди, если так бежать, я могу, вот, вручную. Вот этот вот прям, вот этот вот, вот этот вот, вот, гад. Равно. Серое. А, простите. 100%! Точно! Удобрено 100%, может, это в целом прополе? Не, не думаю. А хотя, может быть. Мне кажется, нас опять, как мамонтов. Нас обманули, развели как лохов. Во, нашел! Нашел? Нашел! Еду к тебе. Всё, я пошёл. Ага. Ты прям вперёд ехать или... Да-да-да, просто вперёд едь. Во, удобрил. Всё, можешь вырубать. 96% уже. Всё равно. Короче, надо... По линиям, по этапу назначут поля. А по линиям? Не, не, не... Вопрос, как он умудрился так просрать, катаясь просто, начиная с одного угла в другой. Просто берёшь и ездишь по линии себе, выстраиваешь. Что, сам умный, да, думаешь, если бы это было так легко, они бы так легко это выполняли бы? И вообще, почему на других этапах видно разницу, а на этом этапе не видно? Как-то, ну, стрёмно получается. Ну, потому что это симулятор фермера, а в реальной жизни ты не видишь. Получается, ты не видишь... Да, с камнями тоже не очевидно. В реальной жизни. Да. ...линии, понимаешь, тут трава даже не мочится никак. Не, ну я... Тут туда-обратно, типа, понял, проезжать. Ну, так я так и делал. Но не видно всё равно, ты, ну, не понимаешь, вот прям, где детально ты был. Ты пытаешься на вскидку, пытаешься, но не прокатывает полностью. 97% сэн. Ну что, 8500 у нас. А было, когда мы заходили 15. Сейчас, если нам рассчитаются. 1,4к дали. Нет, не дай мне. Так, продано тюков, продано тюков. Я жду надпись, блядь, выполнен контракт. Ой, говно, этого я и боялся, короче. Сейчас просто удобрение, вот, второе уже новое, что я купил, уйдёт за 3 секунды. Глянь, контракт, пока сколько процентов. 99. Надо ещё чуть-чуть забрызгать где-то. Нет, это не ложится. А ушло? 30% бака, ну, понимаешь? Да. Кошмар. Ты хрен найдёшь это. Ну, 99% ты гадство, вонючую. Деньги по краям проебал. Ура! Всё, вырубай, наконец-то. Ура! Саденьги, где деньги? Сейчас получу, вот, собирать. Там ещё и всё. О, 12 тысяч. 22 тысячи, мы богатые. О! Миллионеры. Опять жонглируйте тюками. Точно доедешь? Подстараюсь. Я 20 тонн загружал. Тут 18 сейчас. Класс. Так, я тогда тпшу сюда, пока есть удобрение, можно взять ещё контракт на удобрение. Ну, удобрение прям выгодно, чё. Сейчас опять такое же будет какое-нибудь. Чувак. Ну да, но тут осталось два таких жиденьких контракта, конечно. Давай принять, принять оба. Оба сделаю и всё будет классно. А где у нас вообще? Я ни разу трактор не заправлял. Где заправка у нас? Здесь, рядышком. Ага, бензин у трактора есть. Заправка стоит. Угу. Да, тут ремонтировать надо. Да, ты можешь по пути прям заправить. 140 баксов до полного бака. Угу. Плюс её на дополнительный урожай пробафать там удобрением и всё такое. Мы потом снова, ну, хлеб без автопродажи. Сами поедем, продадим его как надо. И будет всё вообще классно. Господи. А в другой стороне свет. Пок, холлоу кейвс. Где я? Я вообще, ребята, на крыш земли катаюсь. Ужас. По этой дороге ни разу не езжу. А куда он поезжал за что? У тебя там речки какие-то красивые. Да, 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 да. Ну, живописно тут. Да. А то там, где мы с вами живём, одни поля. А я уже смотрю свой стартап. Я думаю, буду начинать с курочек. Они самые дешёвые. Вагон 6 тысяч. В комментах писали, что куры топ. И Данил говорил, что куры топ. Так что, да, может. Да, да, мы знаем, что Данил любит кур. Они звали, что столько кур там накурили. Да, кур яиц. Я помню кур яиц. Да, да, да. Вот так, пацаны, я добрался до гигантского поля. Просто квантум инструктор по ферме, да? Да. Надо по петушкам. Две проходки очень короткие будут. Да, тебе реально две ходки, да, и всё. Отлично. Пучит бензина, а выжигай больше. Нет. Нет, бензина точно не помню. Нет, очень меньше, намного. Это даже выгодно. Я ко мне собирал 40 минут. 200 бачи. А тут 10 секунд, то 500 бачи получаешь. Ну, какого отсчёта? Всё, готово. Всё, контракт на поле завершён. Идеально. Нет, вот удобрение. Это норм, да. Самые щёпкие контракты, да, реально. У нас удобрялка есть, нам не режут зарплату от них. Если мы себе что-то купим, что подойдёт ещё для других контрактов, надо работать. Вот культивация есть контракты, кстати. 8 гектар, ёбаный в рот. Нет, там невыгодная культивация, я думаю. Но есть культивация маленькая, например, 1 и 2 гектара. Я думаю, имеет смысл сначала брать маленький контракт, посмотри, как он за сколько выполняется, а потом уже думать, брать ли большой. Ага. Что? Я не раздевался. Я тоже умираю, не переживай. Да и не думал. Пацаны, слушайте, есть контракт на посев. Я предлагаю купить нам сеялку, чтобы мы могли вот сейчас засеять поле и всегда могли его засеивать. И заодно сделать контракт на посев без снижения прибыли. Только сеялку надо взять тогда хорошую. Так, какая аренда техники, подожди, у нас что в аренде? У нас в аренде ничего нет, я смотрю. Да, нету. Хорошо, что с полем? Всё то же самое. Ну хорошо, значит, надо сюда засеять, правильно? О, гэд, херь выросла. Нет, то же самое, Паш. Не-не-не, херь выросла. Где? А, одна? Это недобрызгали, наверное, позже. А, прикатать нужно, наверное, слышишь? Ну, наверное. Да, нужно, и она пропадёт. Ать, 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 нужно притоптать. А чё с полем притоптать? Не уборщик был. Потом посеять, прокатать с помощью катка, после сорняки, потом удобрить и каждый месяц проходить удобрялкой. Итак, Дзофик у нас засеивает. А я надеюсь. Выравниваешь, да, этой проходкой? Да. Чё-то как-то... Ну, я иду, я бы, ну, сначала, может, прикатать надо, не? Дзофик, вот в эту сторону ты проходился, вообще ничего не растёт. Известкуйте поле после каждого третьего урожая, и тогда урожай будет на 15% больше. Когда полю понадобится известкование, в информации о нём появится строка «Нужна известь». Я куплю сейчас известь, так. Мы ничего не потеряем от того, что я подъеду с этой штукой, чтобы узнать, можно ли известь у неё заправить, правильно? Да. Ну вот, я поехал тогда. Так, я не могу наполнить эту известью, значит, я её здесь просто отцепляю пока что, и арендую что-нибудь для извести. Нашёл одну, которая известь поддерживает. Она какая-то здоровая прям. Загрузил я, ребята, 2000 литров извести. Это всего лишь 22% от этого прицепа. Не знаю, насколько этого хватит. Прицеп огромный по сравнению с нашим трактором. Типа, вы сейчас выхиреете. Да, блядь, тут у него одно колесо, как пол трактора. Уже интересно. Его хоть отвести там, вот здесь. Да, да, и, кстати, разгоняешь даже с ним неплохо. Но он не фулл загруженный, понимаешь? Ну, у него же колёса крутятся. Это же, блядь, не этот. Не эту хреновину огромную на своей спине тащить. Чё они в заплешной на поле? Не знаю, может, там извести ебануло. Чё она не взяла, чтобы... Да я знаю, я думал, и до этого, думаю, что извести. Видимо, там это. Вообще, выдоптали нахер. Оно, втучить. Ё-моё, тихо-тихо-тихо, всё в харю. Чё-то я запудрил тут. Пропадают эти шли? Ну, надо чтобы проезжался. Ну, проедь, ну, там включай. Вот смотри, ё-моё. Нет, не хреновина. Ты просто просыпаешь, Димон, тормози, пока нам это не надо. Да, 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 тормозни. Я уверен, что есть способ, когда камней уже нет, а вот эту вот убрать как-то. Дисковые активные бороны, или как там, я не знаю, где вода, не требуют особо мощных тракторов. Мало стоят и работают быстрее обычных культиваторов. Дисковые бороны не выкапывают камни. Мы можем либо взять в аренду здоровый. Либо за 19 тысяч купить маленькую. Да, да, да. Я думаю, покупать не стоит. Нет, давай в аренду здоровый. Да, вот нам и Данил что-то рассказывал, что культиватору можно к херам выкинуть какую-то штуку, которая культивирует на без камней купить. Ну, это было бы удобно. Да, потому что камни убирают. Погоняет вот это вот, да. Во, Дим, вот это максимально похоже на то, что надо. Это и копошить будет, и переворачивать. Смотри, вау. Вот тут лезвий. Пока что они там делают. Вау. Так, и что? И как ее опустить? Чего? Давай, подрубай. Опа, пошла жара. Да и камни не достает, кайф. Ой, она прикатывает. Офигенно, чувак. Она что, прикатывает? Прикатывает, прикатывает, прикатывает. Радости столько. Что можно? Да, ага. Показала? И кусочек. Зачем тут спела? Да. Матерзонач. Ну, я вот сейчас здесь развернусь и поеду. Какое красивое, приятное поле, сам бы тут же. Кошка, зайдите. Притопщи ее. Кошка. Где отсюда? Еще и возмущается. Ага. Козень. Козьень. Она возвращается. Я тебе сейчас очко натяну на палец. Ва-ва-ва-ва. Прям. Хорошо, живи, тебе потом отдадим его. Ну, почему мы сразу с ним не бегали, чтобы этих странных камней не было, а? Не знаю. Надо себе такое купить вместо культиватора. Дизофик, займись, может, пока продай культиватор керам. Культиватор? Ну, типа, вот этой штукой, естественно. Будем пользоваться в приоритете, чем культиватор. Не, подожди, это культиватор нам нужен, чтобы семена посадить, нет? Нет, он имеет вот это железяку. За слева. А-а-а, вот это все. Культивирует нас камнями. За 6 тысяч можно его продать. Ну, давай. Все. Нету его. Надо такую штуку купить. Ну, я тоже сейчас думаю, вместо культиватора. Ну, у нас трактор это скоро закончится, я не знаю, может кто-нибудь пока узнать, типа, чё, можно чинить трактор или нет вообще? Механику надо будет отвезти просто. Ага, значит, я сейчас доделаю и поеду к механику сразу, потому что там ему пи***а уже. Дурную работу мы делали, конечно. Дурную. О, кстати, здесь камешки пропущены. Смотри, удал. Блин. Еще одни камушки. Две кучки камушков на все поле, я думаю, это приемлемо. Вас, как что-то там круги рисуют наизустье. Я пытаюсь очень камешки не попроискать. Я не делаю. Так ты ее просто выключай. Я так делаю, я закрасил, вывернул на кусочек. Пожалуйста, я прокатил еще на этой штуке, Паш? Да, конечно. Забирай. Смотри, там еще 142 литра, Саш, поэтому пользуйся с умом. Еще. Или только. Да. Что ты понимал, в поддоне 2000 литров. И это мало. Очень. 22% загрузки всего лишь. Все, Саша, закончилось, да? Вот это я проехал. Все, закончилось? Я очень экономил, да? Ты что, а где поддон? А нет поддона. Я только один купил и заправил его. Ну, на пробу я ж не знал. Ходит вокруг куча котиков. Ластятся, привлекают к себе внимание. Да, потому что, извините меня, мы собаки сутулые. 11 часов сидим и не обращаем на них внимания. И они, как бы, если мы вомрем, кто их будет кормить? Они такие, так, вы это, одумайтесь, черти. Сколько оно будет потреблять? Что, пацаны, на островке безопасности остались? Не-е-е. Я спилил ваш островок. Ах, ах, ах. Да? И фармить балдеж. Не помню такого, чтобы спаться с нами в обнимочку. Ну, котик у меня под джепой хочет спаться. Он меня спать зовет. Почти. Так, я поехал тогда к механику. Так. Ну, этот у вас зеленый, самый мощный трактор. Правильно? Да-да-да, мы его по скидке купили, он классненький. Только заканчивается, сука. Бэушный, потому что. Да-да-да. То есть, теории тут, ну, блин, если его починить нельзя, то разницы нет. Бэушный покупать его новый. Траймы классные фермеры, да, дизор? Вот сюда технику поставить, значит, заглушить. Как бы, должно чиниться в этом смысл. О, перекрасить стоит 9 тысяч, починить 4. Красить нахер надо, починить. Е-е-е. Починить. Чувак, он еле вывозит. КОГО? Откуда у нас 41 тысяча? Техника продана. Техника продана. Бывает. Я думал, просто перевод ебаный. Он еле вывозит. КОГО? Откуда у нас 41 тысяча? Техника продана. А, ты продан. Непонятненько. Да, в смысле, починить? Мысль. Починить, блядь. Продал. Да, как нахер так-то? Нее. Подожди, блядь. На тысячу. Техника продана. Как он еле вывозит. Красить нахер. Починить. 4 тысячи. Починить бэкспейс, а продать энтер. И он их перепутал. Он подумал, что починить энтер, а нажал продать на самом деле. Ясно, ясно, ясно. Косяк. Хер надо починить. Починить. Было написано продать эту технику. КОГО? Да. Откуда у нас 41 тысяча? Техника продана. А, ты продан. Понятненько. Да, в смысле починить, но это же было. Починить бэкспейс. Починить бэкспейс. Продал бэкспейс. Продал бэкспейс. Так-то. Подожди, стоп. Автосейв идет сохранение игры. Понятно. Там продается, кстати, такой же трактор 300 Vario. Не, у нас 300 был, но... 84% скидка сейчас там на трактор. А не только этот трактор. 84% скидка. Ага. Ну, если он стоит столько же, сколько он его продал, то что бы нет. За 16 тысячу он сейчас продается. Ну, а я его за 16 продал. Все, шикарно. Все, все, это он же, стопуду. Он у него за 16 продал, он продал за 21. Потому что трактор-то хороший. А прикинь, если он уже будет починен нормально-то. Не-не-не, там скидка 84%. Да, вот он появился. Да-да-да-да, это он. Так, кошка, ты что делаешь, блядь? Забрать можно. Надо быть наверху туда запустить, ибо это мусор. Я убирал, когда, видимо, и это еще крошит. Чертила, мушистая. Процеда, вот он появился. Да-да-да-да, это он. Так, купить, да. Забрать можно в магазине. Я думаю, он такой же поломанный будет. Новая техника в скобочках, ну да-ну-да. А плюс респект чуваку, который у тебя купил. Не сработал, как перекуп, не стал пленом развенчивать. Не стал накручивать. Да, он такой же, ребят, разберет. Давай ты почини. Может, это бэкспейс, а не интер был? 4 тысячи. Я просто не знаю, до какого порога он починится теперь. А, ну да, это бэкспейс. Починить. О, кстати, а починка-то сейчас стала 1460. Фу. Дешевле. Да, фу. Да, фулочки, пацаны. Короче, так как я его продал... У него, получается, он продал, и у него теперь, короче, он даже с починкой ему дешевле вышел. Да. Странно. Пил. Его стоимость теперь стала, типа, очень низкой в продажу. Типа, когда мы его, если захотим продать, будет довольно низкая стоимость. Да, насрать. Если его чинить, можно зачем? Да, он чинится до упора, прикинь. Вообще пофигу. Это прекрасный трактор, который нам, ну, очень пригодится, я думаю. То есть, если он его еще раз продаст, купит еще раз, он еще дешевле будет. И так по кругу? Интересно. Кто там читал, что дальше по своему изоставлению? Я читал. Засеял. Скажу, дальше сеем. А сеять можно той фигней выяснили? Или нет? Ну, по идее, да, вот эта здоровая, которая у вас уже была. А тут сдали вторую, да, из-за того? Да, уже продали. Так, то есть, я сейчас беру эту шляпу, здоровую, загружаю, мне все. Полольник, выбрать семена. У. У, канола, трава, посевная редька. Коротка. Только мелкие семена сюда залазит, короче, спрестива. А это что? О, ты загрузил что-то. А это семена кого? О, а как посмотришь, что за семена. Просто написано семена. Ну, тут выбрать семена. Классно. Спрашивал, спрашивал, несколько раз спрашивал, какие семена загрузили, никто не ответил. Только мелкие. Ну, охеренно. И какие из них мелкие? Загрузил что-то. Правильно? Ну, да, но они явно не подходят. Ну, ты же уже загрузил, но я состояние загруженный, попробуй ее. получится пашка не так работает но ты же загрузил в эту парашу но типа вот я сейчас посажу тут речку и чему с ней делать будет ты же отсюда всосал правильно ну ну а это пшеница который дизов сгрузил стой что ты уверен что это пшеница я не уверен я не могу ручаться с дизов она вряд ли он купил бы речь здесь сейчас я гляну как она очень похожа дим внешне на поддон поддоны не это поддон с семенами пшеница на ней курицы нарисованы до чем смысле не пшеницу купил да так это ж можно лайфхаки делать ёп ныру да ты можешь на этой же технике арендовать смотри есть контракт на вспашку земли он с плугом ты арендуешь это за 700 ценных баксов идешь это вот все пашешь и заодно нам поле под трехтовываешь полгода при хитрожопой уважаю еще мы за фермеры такие так эти контакты все вообще супер изи сделать было бы это даже кредит не надо было бы брать я могу сейчас взять контракт на посев я его сделаю я возьму сеялку я приеду сюда посеюся вот все мне все выдали дизов придет офигеет все можно делать сразу прицепить это можно было тоже ее варианту сейчас не брать ничего не понравилось инструмент не подходит от чего он подходит да ладно это сборная конструкция ах уехать так ему технику дают да тут вообще просто пацаны она сразу полят и засеивает сразу а кстати а на карте видно где ты пропололки вот это поехал никто это паша едет а как ты криво проехала да ладно это все это время мог просто посмотреть да ладно а я думал может может он вроде смотрел там не было нихера видно фермеры мы никакие это и так понятно это а кстати вот эта полоса это умер тут то что ты уже прополол типа да да и его да и оленя здоров здорово я все пытался подлета мне было все интересно откуда она хорошо сейчас я засыпаю эти семена так же внутрь выбираю здесь канулу а трактор какой далее это же с поворачиваем головой нет а можно посмотреть такой удобно я думаю 8 гектар вот это сейчас просто там зашибется у тебя будем культиватор можно я этот кружок сделать давай давай охренеть суда ты видел эту дичь на тракторе поездишь кайфанёш он так выворачивать вау вау так только ты пахнешься и выйди с развода я первый кружок занял проехаться них огромный да ты посмотри культиватор какой так такие контракты изи то ли вас что ты понимал мы там огромное поле которое больше чем мы сами нанимали всякую херню обалдеть ты посвящен что просмотри как это быстро вообще вернись заднюю зайдем а дожди подожди знаешь что там есть на каждом поле маленький запас то есть тебе не надо будет возвращаться за этой фигней понял но к нему смотри какая дичь блин да посмотри сколько он обрабатывается а это все вот это поле а при этом и здорово где в другую сторону чесать не пошли потому что маята вообще паша такой приехал типа димон поменьше поля не было что ли конечно если ты это на том тракторе делал ты посидел я думаю я бы посидел посидел и вышел ребят вы просто представьте нам что-то нужно с нашим полем делать берем контракт приезжаем делаем и едем еще контракт выполняем этой техникой вот этой штукой над наше поле просто за три прохода заваляешь обворачивать да да я вот так вот сделаю да 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 конечно смотри можно будет вот 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 сразу сюда очень удобный трактор просто пушка я тебе соберу короче эту штуку и поедут дальше с вами на война циками а смотревая новая поля да какая-то чувак тут настолько все проще не представляешь какие вы просто а вы представьте сколько мы могли полезных для себя выводов сделать если бы поездили на контрактной технике вот это насколько было полезных денег сэкономили а за работа хорошей оказалась наша стратегия вы сможете узнать если захотите продолжение накидайте сюда лайков и поддержите желаю вам хорошего настроения и пока спасибо за субтитры за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры за субтитры за субтитры сделал DimaTorzok